Примерно два года назад мы с Максимом, который там сзади меня ловит рыбу, были у меня в офисе и молились о планах Божьих. И пришло... Да, о планах Божьих в нашей жизни. Так мы как-то согласились вместе трудиться. То есть, о них нужно больниться? Да, чтобы получить от Бога определенные видения, откровения. Интересно, что хочет Бог в моей жизни. Стали волей Божьей. И пришло такое сильное побуждение, что в ближайшие пару лет посвятить служение в северу Сибири, Красноярский край. Первая наша попытка была в прошлом году. Мы хотели дойти до Совречки. Смогли дойти только до Яновстана. Это когда было? Это было лето 2017 года. Но воды были мелкие. И мы смогли дойти до Яновстана. Было жарко, воды было мало в реке. Мы решили не рисковать. За это время также приложили определенные усилия. Братья смогли приобрести дополнительный вот этот вот транспорт. Или его, на котором мы сидим. Далее мы внесли некоторые работы к подготовке большого нашего транспорта, КЭСКО, на котором мы плыли. И сегодня, при Божьем благословении, последние два дня были хорошие дожди. Поднялась река. Мы смогли пройти все перекаты без всяких проблем. Вы еще подмечались? Да, да. Местные жители говорят, что еще некоторое время назад они не могли этого сделать. Они на своих лодках цепляли мель, цепляли песок. То есть, мы не смогли бы, наверное, как сегодня, дойти на КЭСКО до СОВ-речки. Вот там где-то примерно час от нас стоит наш корабль, и нас ожидают наши друзья. То есть, мы сейчас находимся в Заполярье? Мы сейчас находимся в Заполярье. Да, когда стремились так долго, упорно. Вот это вторая попытка, мы пришли в Заполярье. То удовлетворение сделанной работы, того, что мы смогли сюда дойти, узнали, как живут местные люди, на определенном уровне рассказать им об Иисусе Христе, а также узнать, что Слово Божие уже проповедуется им, сюда приходят другие братья, благовествуют. Это принесло определенный, как сказать, комфорт в наше сердце. Наш путь как бы еще не закончился. На обратном пути мы будем заезжать в селение, мы будем рассказывать дальше об Иисусе Христе, о том, что Он сделал в нашей жизни. Просто мы начали с дальней точки, и как бы сейчас будем возвращаться и продолжать работу. Мы видим, что в Писании, что Слово Божие благовествовалось многообразно различными примерами и различными людьми. И каждый из нас дополняет меру благословения в жизни слушающих. Сегодня это был наш день. Так как Слово Божие здесь нечасто, можно сказать, редко, нам люди говорят, да, в этом году у нас приезжали из такого-то города. Но уже прошло полгода, мы вторые, кто имеет возможность рассказать о Христе. То есть кто-то сел, кто-то поливал, кто-то придет однажды и увидит большое пробуждение, много людей, придящих к Богу. Кто-то войдет в наш труд, как мы вошли в чей-то труд. Я верю, что это может вдохновить многих людей, потому что на территории России много таких речек, много таких рек. И много таких поселков дальних, близких, где нуждаются люди в Слове Божьем. Нуждаются люди в том, чтобы их просто благословили, пожелали им добра, мира, счастья. Кто-то сказал Слово Бога в ихнюю жизнь. Так было в моей жизни. Кто-то однажды пришел, рассказал о Христе. Первый раз оно не было принято, но пришло свое время, оно привело меня к Христу. Пришел этот момент, когда я обратился к Богу. Меня очень сильно коснулось Слово, где Саввел, будущий апостол Павел, услышал от Господа такое возвещение его жизни. Ты будешь мне свидетелем того, что видел и слышал. И когда я пришел к Богу, когда я только начал ходить в церковь, меня реально зацепили эти слова. Я хотел, чтобы не просто сидеть в церкви, не просто быть каким-то прихожанином, членом церкви. Я хотел быть свидетелем того, чтобы видел и слышал от Бога на протяжении всей этой жизни, чтобы это свидетельство не было 20 лет назад, 15, 10, 5, 2 недели назад. Чтобы это было постоянное свидетельство, потому что Бог продолжает общаться со своими детьми. Сюда я пришел, потому что чувствовал Бога побуждение прийти сюда, рассказать им о Христе, чтобы эти люди могли спастись, чтобы эти люди могли пришли к Нему. Ты исполнил желание Божие. Это желание Отца. Поэтому мне тоже приятно, что здесь были братья-баптисты, рассказали кому-то об Иисусе. То, что мы пришли вторые в этот год, это не лимит Божьего благословения. Хорошо, чтобы была здесь церковь, чтобы Слово Божие благовествовалось каждый день или раз в неделю. Это было бы, я думаю, замечательным результатом. Если мы приближаем этот день, слава Богу. Бог дал мне такую привлегию встречать людей, которые пришли к Нему и стали служить после нашего труда. Я встречал людей, которые находились в заключении. Это была моя самая первая миссионерская поездка. И через несколько лет я встречаю человека в другой стране, где-то высоко, в горах, в Перу. И Он говорит мне, братья, вы меня не знаете, но когда-то я сидел в тюрьме, я увидел вас. И я захотел иметь ту же жизнь, которую имеете вы. Тот огонь в глазах, ту радость, которую имеете вы. Я сегодня здесь, потому что вы когда-то пришли в Сан-Луис, Мексика, в нашу тюрьму и рассказали мне о Христе. Бог дал мне такое благословение видеть маленький плод от того труда. Я верю, что то, что мы сеем, находятся люди, которые потом служат Богу. Кого-то из них мы встретим здесь на земле, а кого-то на небесах.